В автомобильном мире существует множество хитростей, которые помогут вам сэкономить и время, и деньги. При этом многие из них способны сделать ваш автомобиль еще лучше. О самых интересных лайфхаках, которые действительно пригодятся в жизни и смогут помочь, сегодня и расскажем. Поверьте, это будет интересно. В ходе эксплуатации автомобиля случается всякое, и вы лучше нас знаете, как легко, совершенно случайно поцарапать пластиковые элементы в салоне, а иногда и вовсе их повредить. Но знайте, что есть возможность легко и быстро устранить дефект на пластике с помощью обычной зажигалки, горелки или строительного фена. Для этого необходимо аккуратно нагреть мозоливший глаза из ян, и он словно по мгновению волшебной палочки станет едва заметным. Безусловно, строительный фен куда эффективнее, но в пути он вряд ли найдется у кого-либо из обитателей салона. А вот отыскать или купить зажигалку труда точно не составит. Главное соблюдать технику безопасности и делать все аккуратно. Также довольно часто откручивая что-либо, автовладельцы складывают гайки да болты куда попало. К примеру, на аккумулятор, в желоб крыла или в пространство под стеклоочистителями. Но одно неловкое движение, и вся эта мелочевка мгновенно оказывается на защите двигателя или вообще на земле, и приходится долго и усердно искать пропажу. Во избежание подобных неприятностей рекомендуем использовать самый обычный магнит. А при желании можно сделать или купить наручный браслет, который будет удобно примагничивать все необходимое. Ну или сам магнит положить в любое удобное место и складывать на него хоть винтики, хоть саму отвертку или иной инструмент. Согласитесь, такая примочка порой может здорово выручить. Порой в гараже нам просто необходимо что-то куда-то приклеить, и не всегда под рукой есть клей. Но пенопласт и ацетон вполне может валяться где-то под рукой. И чтобы получить отличный суперклей, следует растворить тот самый пенопласт в той самой горючке. Перемешать до появления однородной массы, и можно склеивать все, что вздумается, от пластика до металла. 5 минут, и можно радоваться результатам. Кроме того, подобный лайфхак поможет в путешествии или выезде на природу, где иногда без хитростей просто не обойтись. А как вам понравится такой копеечный метод восстановления внешнего вида автомобильных покрышек, как с помощью глицерина? Согласитесь, черный цвет шин придает машине красоту, строгости и стиль. И чтобы вернуть резине былой окрас, достаточно смешать купленный в соседней аптеке глицерин с обыкновенной водой в пропорции 1 к 5, а потом неспешно нанести раствор на покрышку. Кстати сказать, подобную процедуру можно провести и с обычным мылом. Главное, чтобы в его составе было достаточное количество того самого глицерина, а не модная нынче ароматическая химия. Кстати, для тех, кому срочно нужно отбуксировать свой автомобиль, но у кого не найдется в машине веревки и отсутствует трос, поможет смекалка. Правда, без помощи соседского автомобиля уже не обойтись. Вы удивитесь, но стретч-пленка или обычный скотч становятся довольно прочными, если скрутить их в несколько слоев. Сначала растягиваем упаковочный материал между двумя зеркалами одного и другого автомобиля. Наматываем пленку в несколько слоев, а затем скручиваем ее до получения подобия троса. Там, где стретч цепляется к зеркалам, образуются плети, которые помогут закрепить свежеиспеченный трос в буксировочные проушины. Пользуйтесь и радуйтесь. Также случается, что даже на самом брутальном внедорожнике можно попасть в ловушку, крепко засадив ее в закисшей грязи. Особенно это работает, когда автомобиль обут в низкопрофильной дорожной покрышке. Впрочем, наверняка в багажнике автопутешественника найдется моток веревки, который поможет преодолеть возникшее препятствие. Для этого наматываем ее на шины, пропуская через колесные диски. И не удивляйтесь, веревка действительно обладает отличными цепными свойствами. А поэтому и городской кроссовер вдруг может оказаться серьезным покорителем бездорожья. Главное, берегите бамперы. Также наверняка многие из вас сталкивались с проблемой пробитого на проезжей части колеса. И для замены на запаску или пресловутую докатку приходится работать домкратом, который вынуждает долго и муторно крутить рукоятку, чтобы вывесить поврежденное колесо. Хуже, когда сама рукоять не блещет эргономикой, доставляя определенный дискомфорт при процедуре. И избежать этого неудобства поможет дрель или шуруповерт. Для этого ручку домкрата крепим в зажимной патрон и жмем на крок. Быстро и эффективно. А главное, такой помощник всегда найдется у хозяина ближайшего жилища или гаража. Едем дальше. Не зря самое дешевое коричневое хозяйственное мыло славится своими чудодейственными свойствами. Также в магазинах вполне себе можно найти средства в жидком виде с абсолютно таким же составом. И благодаря ему вы самостоятельно сможете вполне неплохо очистить интерьер своего автомобиля. Благодаря жирным кислотам и натриевой соли в составе мыла раствор отмоет салон быстрее и эффективнее самых зарекламированных средств автохимии. А еще оно мгновенно избавит стекла и зеркала от разводов, налета и пыли. Натираем окна сухим кусочком мыла и протираем салфеткой. И больше никаких запотеваний. А вот продвинутый водитель уже вовсю использует кондиционер для белья, который справляется с грязью и налетом на лобовом стекле гораздо эффективнее, чем стекломывающая жидкость. А все потому, что в его составе много катионных, так называемых поверхностно-активных веществ, которые производят кислоты. Они-то и покрывают стекло невидимой пленкой, с которой легко скатывается грязь и остатки насекомых. Просто добавляем колпачок кондиционера в пятилитровую канистру воды или незамерзайки, заливаем состав в бачок омывающей жидкости и все. Радуемся полученному идеальному результату. Что ж, друзья, на сегодня это все лайфхаки. Пишите в комментариях, о чем вы только что узнали, а чем уже давненько пользовались. Ну и конечно, расскажите о вашей хитрости, которую вы постоянно используете. Ставь лайк, если понравилось, и подписывайся, если еще этого не сделал. Впереди только самые актуальные автомобильные новости и крайне интересные рейтинги. Вы были на автомобильном канале ПРОАВТО. До скорых встреч.